Итак, вы смотрите программу подробностей. Сегодня мы будем говорить о ежевесенней народной беде, как пал сухой травы. Бросил спичку, поджег трава, горит, как интересно. Зачем это надо, никто не знает. У нас в гостях Алексей Владимирович Мордасов, заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Рязанской области. Далее, только в титрах и Алексей Владимирович. Вот, Алексей Владимирович, давайте такой с вами народный разговор поведем. Вот этот пал сухой травы, когда горят весенние вот эти вот пожары в пустых полях. У вас-то хоть есть какая-нибудь информация, зачем это надо? Потому что я весь интернет облазил, а я так и не понял, зачем народ жжет траву. Чтобы избавиться от старой вот этой вот, чтобы как-то подготовить поле, что ли. Может, вы что просветите? Ну, давайте сначала начнем со статистики. Вот в текущем году у нас уже зарегистрировано 285 случаев горения с сухой травяной растительностью. В том числе в Рязани 50 случаев. Наиболее вот горимые районы также являются Рязанский, Михайловский, Клепиковский районы. Зачем жгут? Ну, в большей степени, я так думаю, что из-за любопытства. Значит, это и детская шалость, и, значит, во время проведения, значит, каких-то уборочных работ, там, убрать сушь. Для чего это надо? Я так думаю, что, в принципе, определенного ответа на это нет. Потому что все-таки при любом порыве ветра, при любом изменении температуры воздуха, мы, значит, видим, как развивается, так сказать, пламя, значит, и может перейти на те же самые, значит, деревья, кустарники, заборы. Ну, просто идет. Идет по ветру, как корабль. Да, остановить эту стихию практически невозможно при порывистом ветре. Так что вот мы с вами можем не волноваться, потому что никто не знает, зачем это делается. Мне кажется, это какая-то такая традиция предков и совершенно ненужная, насколько я понимаю. Ну, я так думаю, что да. Соответственно, значит, вот сельхозспалы, когда идут, хотя, в принципе, они запрещены, правилам противопожарного режима, соответственно, здесь и убивается, как бы, микрофлора и фауна, соответственно, значит, ходят по вере, что, как бы, будет лучше урожай в этом году. Ну, я думаю, что вряд ли. Урожай будет лучше, если лучше работать, и тогда будет урожай хороший. А вот это вот ни к чему хорошему, конечно же, не приведет. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вот с таких вот палов многое плохое, в смысле пожаров, и начинается как раз вот раннюю весну? Да, зачастую, вот вспомним прошлые года, в девятом году, в апреле месяце, значит, в селе Алменево, Шацкого района, сгорело 23 строения. То есть от, значит, неконтролируемого палосской травы. То есть началось все за территорией населенного пункта, и пришло, соответственно, населенный пункт, и мы наблюдали печальные последствия, значит, очень тяжелая ситуация была, там мы возбуждали уголовное дело, соответственно. Больше двух десятков домов. Да, очень, да, чрезвычайная ситуация. Еще какие-то примеры есть вот этому, ну, чтобы... Ну, вспомним, опять же, десятый год, когда, значит, загорелись сначала поля, потом, значит, ушли, тот же самый пал ушел в леса, а из леса уже перекинулись, соответственно, населенные пункты, помните, да, какие страшные пожары, какие тяжкие последствия, и гибель людей была. То есть очень тяжело было. То есть вот этот десятый год, я хотел как раз спросить, ну, все его помнят, там, хоть из города беги, потому что и дым, да и страшно вообще вокруг, что там пожары. То есть тоже, хотя бы там частично, а может быть и в основном, начался как раз вот с таких вот вещей, как пал травы. Ну, да, здесь, в принципе, и погода способствовала, температура воздуха и ветреная погода, но и пал травы, так сказать, он повлиял на многое. Теперь дальше у нас две позиции, вот я хотел вас спросить по двум позициям. Значит, о чем сначала расскажем, как с этим бороться, или расскажем сначала то, что за это бывает. Я так думаю, что, соответственно, сначала об ответственности. Ответственности, да, давайте. Значит, административным законодательством предусмотрена административная ответственность. Это у нас статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. Так вот, именно нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан до полутора тысяч рублей, а на должностных лиц до 15 тысяч рублей. Соответственно, санкции, значит, в отношении юридических лиц до 200 тысяч рублей. А те же деяния, предусмотренные в условиях особого противопожарного режима, который введен на территориях сельских поселений, либо городе, данные санкции увеличиваются в два раза. А если, значит, этими нарушениями правил противопожарного режима, так сказать, нанесен вред третьим лицам, либо средний, либо легкий вред здоровью человеку, то такие санкции, к примеру, как до 5 тысяч рублей гражданин может понести, и, соответственно, значит, должностное лицо до 50 тысяч, и до 400 тысяч юридическое лицо. То есть санкции достаточно жесткие в этом плане. Они увеличились с того же, ну, скажем, 10-го года? Да, в 2012 году практически в десятки раз увеличились. То есть, в принципе, ну и мы видим картину, что и количество тех же самых палов неконтролируемого сжигания стало все-таки меньше. Ну, по крайней мере, я так предполагаю, что меньше их стало со стороны тех же самых предприятий, организаций и юридических лиц, вот как вы говорили. Мне так кажется, потому что налететь на штраф полмиллиона никому не хочется. Ну, соответственно, потому что если раньше было на юридическое лицо, до 20 тысяч рублей, соответственно, здесь. А сейчас санкции достаточно серьезные. Но я хочу предупредить также и граждан, что за это предусмотрена и уголовная ответственность. Если является крупный материальный ущерб установлен в ходе возникновения пожара, и этот ущерб нанесен третьим лицам, то, соответственно, в соответствии со статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации, это неосторожное обращение с огнем, либо иным источником повышенной опасности, влечет, значит, санкции до года лишения свободы. То есть, сами тут видите, что очень серьезные санкции предусмотрены законодательством Российской Федерации. Ну да, я думаю, что это очень правильно. Потому что наш народ, если, так говорится, не испугаясь, то он и так и дальше будет действовать. Такая ситуация, если, например, собрались там несколько пятиклассников траву пожечь где-нибудь в сельской местности, за них кто будет отвечать в случае чего? Родители? Ну, здесь в зависимости от того, сколько лет этим... Ну, пятиклассники, лет 12-го, скажем. Ну, я думаю, что да, здесь за пятиклассников будут отвечать, так сказать, родители. Ну, а если уже, значит, это совершеннолетние граждане, то здесь уже административная ответственность будет, значит, на них самих, соответственно. Вот. Ну, во-первых, еще предупреждаю, что сейчас очень большая работа проводится органами государственного пожарного надзора и на объектах образования, и в дошкольных учреждениях именно вот предупредить, не допустить, значит, разведения костров, пала сухой травы, значит, все-таки, потому что мы вспоминаем те печальные события, которые были, и в некоторых случаях тоже и дети у нас были виновниками пожаров, и также дети, значит, страдали от открытого огня и получали ожоги различной степени и тяжести. То есть работа большая в настоящее время проводится, вот, и мы будем по населенным пунктам, сейчас у нас инспектора разъезжаются, проводят сходы граждан, соответственно, значит, подворовые обходы с раздачей памяток о мерах пожарной безопасности, с разъяснением опять штрафных санкций административных, значит, ну и телевидение, радио тоже там вещаем, вот, и также неблагополучные семьи, это наша вот основная работа, мы проводим работу там, потому что там, возможно, может произойти пожар, то есть также с такой категорией граждан мы работаем. Да, там, возможно, все, как говорится. Да. То есть ваши люди, ваши инспекторы, нет, ваши инспекторы пошли в люди, так вот я скажу, потому что надо, наверное, действительно плотно с населением общаться, одно дело мы с вами сейчас скажем, ну, услышат люди, а другое дело, когда так глаза в глаза. Ну что ж, теперь, вот, как вообще с этим можно бороться, потому что идет, я так представляю, огонь по ветру, и преграды ему практически никакой, особенно если трава подсохла. Ну вот буквально в феврале месяце текущего года вступили в законную силу правила противопожарного режима, то есть изменения в правилах противопожарного режима. Там, в принципе, сжигание сухой травяной растительности предусмотрено, но для этого нужно выполнить ряд условий. Первое условие – это на территории данного субъекта не должен был быть введен особый противопожарный режим, но это, соответственно, значит, также, значит, до лесного массива и до ближайшего строения не должно быть менее 50 метров, и территория, рядом с которой должна быть, то есть отжена трава в радиусе 25-30 метров должна быть очищена, опять же, от горючих материалов, листвы, сухой травы, бурьяна, кольцо, да. Ну и, соответственно, те граждане, которые проводят этот пал, например, на территории какого-то сельского поселения, они должны быть проинструктированы мерами пожарной безопасности, но и должны иметь первичные средства пожаротушения, там ведро, богор, лопата, ну и огнетушитель, вот, тогда еще вот допускается. Если эти условия не соблюдены, соответственно, значит, мы проводить пал не имеем права. Ну, а с вами, как придет, так сказать, сезон, я думаю, будем часто еще встречаться. Да, я думаю, что да. Пришел сезон в этом с такими же профилактическими беседами. Спасибо вам, как говорится, поменьше работы вашим людям, в хорошем смысле, чтобы у них было поменьше забот, соответственно, и у нас. Я напомню, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. Всего доброго. До встречи.